Добрый день, любители радиоправляемых моделей! Девятая часть по сборке второй версии модели L5FN. Сегодня нам нужно будет установить на место крыло, поставить зализы, но перед этим крыло надо обработать и вырезать элерот. Первое, что нам нужно сделать, это приклеить нижнюю часть зализа. Поджали, пока клей подсыхает, а мы займемся обработкой кромок. Если есть небольшие расхождения по обшивке, их тоже заравнивайте сразу. Также сразу нам нужно будет зашлифовать швы на обшивке. Клей на залезете временем подсох, прижимайте плотно в натяжку. Теперь выравниваем передний торец крыла. Теперь нужно вырезать элерон. Аккуратно проходимся, внешний край аналогично. Соединяем точки по линии отреза элерона. Смотрите, куда идет лезвие ножа, подправляйте при необходимости. Также по торцам элерона сразу делаем зазоры шириной в один миллиметр. Все нормально. Сейчас переходим к фюзеляжу. Здесь нам нужно будет с внутренней стороны обработать наплыв в передней части крыла. Уголки слегка придерживайте и обрабатываем. Теперь можем устанавливать крыло на место. Не забывайте отцентровать по меткам и сзади по шву обшивки. Отмечаем кромку хвостовика зализа. И вот этот участок нам нужно сейчас аккуратно срезать. Но теперь промазываем каркас клеем и ставим крыло на место. Проклеивать будем в два этапа. Наносим клей. Поджимаем общую поверхность. Немножко подсушиваем. Соответственно распределяем клей на каркасе. Слишком сильно здесь клей не пересушивайте. Особенно это касается переднего наплыва. Наплыв слегка отгибаем. Заводим переднюю кромку. Сразу ее позиционируйте по меткам. Позиционируем заднюю кромку и плотненько прижимаем крыло к фюзеляжу. Еще раз контролируем, что у нас получилось. Нет ли щелей. Крыло прижимаем к столу и проклеиваем по бокам термоклеем. Проклеивать старайтесь без особого фанатизма. Термоклей штука тяжелая. Несмотря на то, что этот участок у нас полностью скроется под зализом, слишком много клея наливать не надо. Хорошенько крыло прижимаем и ждем пока застынет термоклей. Следующим этапом нам нужно подогнуть заднюю часть зализа и приклеить ее к фюзеляжу. Поджимаем. Ну и пока подсыхает клей на нижней части зализа, подготавливаем к обработке верхнюю часть. С переднего уголка начинаем срезать на клин. Здесь как раз короткими пилищами движениями работаем. Чуть-чуть подпилили, посмотрели куда лезвие ножа идет. Не торопитесь. Кромку стачиваем практически под ноль. Чем тоньше сточите, тем менее заметный будет переход. Теперь зализу нужно придать вогнутую форму, так как плотную сторону мы оставили внутри. Загибается он довольно легко, без особых дополнительных усилений. Но, тем не менее, работайте неспешно. Резких движений делать не надо. Примеряем залез на сухую. Верх зализа, как видите, у нас подгибается как раз к углу нижней секции. Дальше подгибаем вдоль фюзеляжа. Тут тоже особых проблем, думаю, не возникнет. Соответственно, промазываем залез клеем и аккуратно прижимаем к фюзеляжу. Здесь обратите внимание, что кромка зализа приходится на уголок передней части крыла. Так аккуратненько подгибаем. И чтобы он обратно не сползал, кромку скотчем зафиксируем. На канал youtube у нас уходят короткие нарезки основных моментов по сборке модели. Если вам требуется посмотреть полную версию видео, сделать это можно в центре развития моделизма. Ссылочка будет в подсказках. Модель уходит на окончательную покраску и после оклейки остается полная сборка. Будьте с нами, смотрите нас. До свидания. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и ждите новых видео. До встречи. Играем по-взрослому.